Вот эти шокирующие кадры недели, Курск, Челябинск, Липецк, Воронеж и даже недавняя столица Олимпийских игр. Сразу несколько российских городов едва не ушли под воду. Особенно впечатляла картинка из Сочи, где потоки воды сквозь район несли гаражи и машины, где в воде стояли самолеты и поезда. Людей приходилось вызволять из подземных переходов, снимать с крыш, спасать из затопленных магазинов и детских садов и вылавливать из рек грязи, которые текли по городским улицам. Но сейчас-то уже все позади. Вот как раз и спросим об этом у нашей службы новостей, которая свидетельствует за событиями этой субботы. Миш, что происходит в пострадавших от стихии городах сегодня и что говорят синоптики, конечно, важно. Вадим, да не утешают нас, метеорологи. Сегодня в Центральной России объявлен оранжевый уровень опасности, а значит это, что все коммунальные службы должны быть готовы к удару стихии. Ливневые дожди пришли к нам с юга и сейчас, как говорят синоптики, циклон движется на север страны. В Москве за сутки прогнозируют выпадение месячной нормы осадков. Дождь лил всю минувшую ночь и сейчас, только благодаря выходному дню на улицах столицы пока нет заторов. Все мы без проблем доехали до работы, хотя машины кое-где перемещаются уже вплавь. Циклон не ушел окончательно из Северной Осетии, Курска, Воронежа, Тамбовской области. Там сегодня ожидают новые дожди. Ну а в Сочи, который приходит в себя после субтропического ливня, сегодня подсчитывают размер компенсации. Власти намерены выплатить пострадавшим в общей сложности порядка 350 миллионов рублей за потерю имущества. Ну а в Риге сегодня тучи сгустились над турфирмой под названием «Дом Москвы». Ее сотрудники могут оказаться за решеткой за то, что продавали путевки в Крым. Российский полуостров находится под санкциями Евросоюза, но у представителей турбизнеса вызывает недоумение, как это должно сказываться на желании людей в частном порядке, решившим отправиться туда на отдых. Андрей Хромцов из Риги. Менеджер турфирмы «Дома Москвы» Элеонора Иванова говорит, испытала настоящий шок, когда в их крошечный офис вошли сразу пятеро мужчин и сходу заявили, что сейчас будет обыск. Вот так Элеонора и узнала. Против нее и еще одной ее коллеги возбуждено уголовное дело по статье 84 УК Латвийской Республики «Нарушение установленных международными организациями санкций». Да, мы продаем туры в Крым, которые запрещены. «Дом Москвы» – это такое культурное посольство российской столицы в центре латвийской столицы. Здесь же можно купить туры по всем городам России. Как оказалось, до трех лет лишения свободы может получить Элеонора за то, что на прошлой неделе оформила два тура. Один за полцены – ветерану войны, второй – гражданину России. Согласно распоряжению Европарламента, с осени прошлого года в странах ЕС запрещено продавать турпутевки в Крым. О том, что мы всегда работали с Крымом, мы никогда этого не скрывали. У нас есть хорошие санатории, которые мы можем предложить. Единственный вариант отдохнуть рижанам в теплом Крыму – ехать дикарями. Но местные власти через прессу старательно рекомендовали не делать и этого. Латвийский МИД не может запретить своим гражданам посещать Крым в частном порядке. Однако это не означает, что такое путешествие пройдет бесследно. Например, для местных госслужащих визит на полуостров будет означать практически стопроцентное увольнение. По законодательству у нас не запрещено продавать путевки куда-либо угодно. Но по существу представители силовых органов приравняли продажу путевок в Крым к мобилизации людей в состав террористических организаций. Сотрудники турагентства в Доме Москвы говорят, что будут отстаивать свое честное имя в суде. Какое же это преступление, если помогаешь людям съездить туда, куда они хотят? И Евросоюз, и Латвийский МИД это совсем не те организации, которые имеют право решать кому, где и как отдыхать. Андрей Хромцов, Дмитрий Федотов, Рига, Латвия. Специально для НТВ. Сегодня в Москву прибыли 14 тяжелобольных детей из Донбасса. Спецборд МЧС приземлился в аэропорту Домодедово. Самолет был оснащен необходимым медицинским оборудованием. Пассажиров сопровождали медики и психологи. Среди пациентов дети, раненые в результате боевых действий, а также малыши с сердечными патологиями. Трое из них, по словам врачей, находятся в тяжелом состоянии. Всех их будут лечить в столичных клиниках. Из-за сложной обстановки на юго-востоке Украины местные врачи не имеют возможности оказывать им квалифицированную и высокотехнологичную помощь. Ну а теперь о нашумевшей истории, которая тоже связана с тяжелыми событиями в Донбассе. Началась она еще несколько месяцев назад, но именно на этой неделе у нее появилось неожиданное продолжение. Ее главная героиня, знаменитая на весь мир, американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица. Так получилось, что она стала одной из тех там, за границей, кто не стал скрывать своего отношения к событиям на Украине. Долгое время она почти каждый день оставляла записи в своем онлайн-дневнике, давая понятие друзьям и западным коллегам, что нельзя так безгранично доверять тем, кто во всем обвиняет Россию. За бойню на юго-востоке должны отвечать украинские власти, которые сотнями уничтожают своих же сограждан. Узнав об этом, канадский симфонический оркестр, с которым у Лисицы был контракт, тут же убрал ее из своей концертной программы. А американские музыкальные коллективы, которые раньше с утра до ночи забрасывали пианистку приглашениями поработать вместе, бросились старательно делать вид, что такого музыканта больше не существует. Ну и вот, казалось бы, после такой настоящей травли артисту, внезапно оказавшемуся за океаном-изгоем, остается только одно – уйти в тень и подождать, когда все успокоится. Но вместо этого Валентина Лисица неожиданно объявляет – она едет с концертами в прифронтовые города Донбасса. Вместе с ней в это рискованное турне отправился и наш репортер Андрей Суханов, чтобы разузнать поподробнее, зачем ей этот выбор между принципами и успешной карьеры, и на что... В рамках своего мирового турне она вначале посетит столицу Франции. График у меня сумасшедший. До Парижа я была сейчас в Канаде, на западном берегу в Каунгаре, после этого я ехала в Чакарту. Днем веселая семейная прогулка по парку Трокадеро. Вечером большой сольный концерт в оранжерее дворца «Де Богатель». Полный зал и продолжительные аплодисменты. Но вместо того, чтобы в эту ночь почивать на парижских лаврах, пианистка Валентина Лисица спешит в аэропорт. Ну все, с Богом, летим в Донецк. Никакого страха, нет даже тени сомнения на лице. Но улыбка исчезнет, когда из окна машины она впервые в жизни увидит разру... О, Боже! Так один за другим. Украинку по рождению и американку по паспорту в Донецке встречают как национальную героиню. Спасибо! Столицу непризнанной республики украсили вот такими билбордами с портретом звезды. Ну а что простые жители Донбасса, так они уже называют пианистку Валентину Лисицу нежно и ласково. Наша лисичка. Ей выделят просторный номер самой охраняемой гостиницы города. Как в лучших домах Парижа. Там пир-корста. Она первым делом проверит наличие горячей воды. Все есть. Впереди десятки официальных встреч. Я сюда буду приезжать. Это мой дом, это моя семья. Репетиции, концерты, мастер-классы. Это знаменитая, великолепная, потрясающая Валентина Лисица. Я американский инструктор. Я приезжаю не учить людей, как убивать, а приезжаю учить, как лучше играть на рояле. И каждое утро она будет мониторить свои аккаунты в социальных сетях. Меня даже назвали, что я тролль, маскирующаяся фианисткой. Да вот такого вот доходило. Люди совершенно сходят с ума. Ведь там, на Западе, узнав об этих прифронтовых гастролях... Валентина Лисица. ...ей тут же объявили настоящую информационную войну. Я с оружием в руках, да? Мое оружие это рояль, музыка. Ну, что я делаю преступного? Если это преступление, что тогда не преступление? И кажется, под угрозой не только успешная карьера, но и вся ее жизнь. Вот сейчас мне отменят концерты в Канаде, отменят концерты в США. Да. Европа? Я, кстати, не уверена об этом. Что-то... ...выстрелы. О, стреляют! Это жуткая симфония. Это жуть, да. Тишина, вот отсутствие людей. До Донецкого аэропорта, каких-то пару километров, на вопрос «Вам не страшно?» она отвечает «Страшно». Но не за себя, а за людей, которые здесь до сих пор живут. Ну, вот тут все разбили. Ничего, вот тут люди живут. И как они живут? Боже мой. Осторожно ступая на осколки выбитых взрывной волной окон, Валентина Лисица примет, пожалуй, самое непростое для судьбы своей семьи решение. Побыстрее продать вот этот дом на берегу реки, в штате Северная Каролина, который она строила, словно американскую мечту. Последние 20 лет. Андрей Суханов, Анна Купа и Александр Карлов. Центральная телевидение. Ну, вот так, действительно, никакой фальши игры на публику. Это, наверное, в самом деле достойно аплодисментов.